Здравствуйте! Это информационная программа День за Днем. В студии Рената Булхаиров и мы расскажем о самом важном в жизни Тобольской региона на этот час. Губернатор Александр Мор поздравил работников культуры с профессиональным праздником. Он поблагодарил сотрудников отрасли за самодачу, креативные идеи, любовь к делу, которым они занимаются и выразил уверенность, что 2022 год, посвященный культурному наследию народов России, вдохновит на новые свершения. В Тюменской области завершена работа по созданию сети виртуальных концертных залов. Регион вошел в число лидеров проекта «Пушкинская карта». Многие творческие коллективы добились признания на всероссийском уровне. В селе Малозоркальцево Тобольского района после реконструкции открыли Дом культуры. Планируют модернизировать в Тобольске детскую библиотеку имени Ершова. В рамках проекта «Год героев» в двух селах Тобольского района презентовали парты героев Урала. С подробностями Наталья Китова. С восторгом и уважением встречают бизинские школьники Героя России Владимира Шарпатова. Они знают о подвиге, совершенном Владимиром Ильичом. Поэтому появление в школе парты героя вызвало бурю эмоций. Это вторая парта героя, появившаяся в этом году в Тобольском районе. Первую имени Героя России Романа Алексеевича Шадрина открыли в школе села Малая Зоркальцево. Для детей сидеть за партой героя и учиться в классе героя – это честь и ответственность. Право сидеть за партой имени Героя России Владимира Шарпатова заслужила Ангелина Шумилова. Очень рада. У меня целый спектр эмоций был испытанных. Потому что это как бы неожиданно и в то же время это честь сидеть за такой партой. Ангелина 11 лет, учится на одни пятерки, принимает активное участие в спортивной и творческой жизни школы села и области. Но парта переходящая. Право сидеть за ней будет определяться рейтингом успеваемости. Это очень почетно для нашей школы, что эта парта появилась именно у нас. Мы очень горды, это очень своевременно, появление этой парты. Молодежи как никогда сейчас нужны правильные ориентиры в нашем мире. И мы уверены, что Владимир Ильич, несомненно, один из самых правильных примеров для наших подрастающих детей. Владимир Шарпатов решил побывать и в новом аэропорту Тобольска. Радуюсь за тобольчан, что у них есть, наконец, воздушные гави. Я когда работал инспектором в лет на штурмурском отделе. При моем участии создавал здесь эскадрильян 24. Я обучал и готовил летчиков, командиров кораблей, троих пилотов. Конечно, мы очень польщены и рады прибытию в нашем аэропорту такого высокопоставленного гостя, героя России. Соответственно, покажем сейчас инфраструктуру, объекты. В планах у героя приземлиться в Тобольский аэропорт, правда, уже в качестве пассажира. Наталья Китова, Михаил Куричко, Тобольское время. Герои России Владимир Шарпатов, Илья Панфилов и Олег Косков посетили мемориальный скульптурный ансамбль табляков «Бессмертный полк» и возложили цветы к вечному огню. Они вместе с руководителями города Тобольска и Тобольского района Максимом Афанасьевым и Леонидом Митрюшкиным, а также с представителями общественной организации «Герои Урала» обсудили реализацию социально-патриотических проектов и формы сотрудничества по воспитанию молодежи. Молодежи, так скажем, мозги вообще ничего не забиты. Вообще ничего не забиты. То есть, чистый лист бумаги. Пиши, что хочешь. Итог, то, что написали на Украине, мы видим сами сейчас. Вот просто-напросто. Поэтому была идея создания организации. В настоящее время в нашей организации уже 8 «Героев Урала» насчитывает. Проживает, как я сказал, Челябинская, Тюменская, в основном Свердловская, Екатеринбург. С участием «Героев России» в Тобольске и Тобольском районе проводится турнир по волейболу на Кубок Владимира Ильича Шарпатова. Роспотребнадзор смягчил антиковидные ограничения в школах. Теперь ученикам не нужно постоянно сидеть в одном кабинете. Вновь разрешено передвигаться. И начинать уроки можно в одно время. На экзаменах больше нет необходимости рассаживаться зигзагом через полтора метра. Контактным для возвращения в школу справка от врача не требуется. Понадобится она только переболевшим. На открытом воздухе можно организовывать мероприятия. Летние оздоровительные учреждения смогут заполняться до 100%. Их персонал будет тестироваться на коронавирус только перед началом смены. В детские социальные организации теперь могут приходить люди, не связанные с ее деятельностью, но только в маске, привитые или ранее переболевшие. Также сохранились прежние меры, такие как уборка перед применением дезинфицирующих средств, проветривание, ношение масок персоналом пищеблоков. На улице Красноармейской организуют одностороннее движение. Совсем скоро все транспортные средства со стороны улицы Ремезова будут следовать в одном направлении. Такое решение приняла комиссия, чтобы минимизировать риски по дорожной безопасности. Мера вынужденная, так как в 2021 году впервые в истории города по просьбе жителей был открыт новый автобусный маршрут до медицинского центра имени Зольникова. Ширина проезжей части у городского вала ограничена. Расширить ее планируют в ходе предстоящих работ по сохранению памятника археологии. Мы сделаем благоустройство земляного вала, но и параллельно мы постараемся в этом году зайти с разработкой проектной документации именно на капитальный ремонт и реконструкцию улицы Красноармейской для того, чтобы в последующем нам вернуться к той же схеме двустороннего движения. В Тобольске продолжают свою работу фестиваль современного и актуального кино «Алафейская гора». Первыми впечатлениями поделится Анастасия Терехова. В одном из залов кинотеатра «Апельсинева» самое свежее отечественное кино. И так три дня. Желающих приобщиться хватает. Возможность посмотреть в кинотеатре короткометражки уникальна. Короткометражный фильм, он дает за короткий период понять какую-то идею, раскрыть, показать. Она должна быть актуальной, она должна быть интересной. Наши какие-то впечатления, чтобы человек получил именно за короткий период. На других площадках фестиваля в это время стартовали мастер-классы. Кинорежиссер Александр Кот, известный зрителю по фильмам «Брестская крепость», «Елки» и сериалу «Седьмая симфония» делится секретами своей профессии. В кино приблизительности нет. Нужно читать сценарий и сразу видеть картинку. Полезный навык – сканировать окружающее пространство, подмечая детали. За два часа можно только вдохновить. Потому что реально это профессия, которой надо учиться, пробовать, снимать, разбирать ошибки. Все равно у многих ощущений, что режиссура – это такое, сидишь в кресле с кофе и говоришь два заветных слова. Нет, это профессия. И в этой профессии есть своя азбука. Томольским театралам первый день фестиваля «Алафейская гора» преподнес настоящий подарок – иммерсивный спектакль «А как вы изволите пожевать» по мотивам известных чеховских произведений. Отсутствие сцены, активное взаимодействие со зрителем и современное осмысление классических конфликтов. Ярко, талантливо и на одном дыхании. До конца недели фестиваль «Алафейская гора» порадует табаляков и другими творческими сюрпризами. Анастасия Терехова, Рустам Брузии. «В Тобольское время». В Тобольске продолжается неделя детской книги. Во Дворце культуры «Синтез» юные читатели отметили книжкины именины. На праздник к школьникам города пришел писатель Вадим Сулимов. Мои сказки разные. Вот, допустим, «Приключения мандарина» – это новогодняя сказка, «Сказки про лес», «Сказки про сад». «Сказка про лес» – это целая серия. Все, что помогает детям почувствовать свою какую-то ответственность, вовлеченность применительно к лесу, к экологии. Юбиляры 2022 года детские писатели Эдуард Успенский и Корней Чуковский своими книгами вдохновили ребят на творчество. Призами отметили активных читателей и самые читающие семьи. Среди них – династия Быстровых. Мы в библиотеку ходим, в центральную библиотеку, где-то вот два с половиной года. И вот берем там книги, читаем. Мы все читаем малышу, начинаем книжки там малышки читать, уже потом пестушки, сказки, ну и там уже потом по возрасту. Трое юных табыляков с ограниченными возможностями здоровья будут представлять Тюменскую область на Всероссийской спартакиаде-специальной олимпиаде по фигурному катанию. Она пройдет в Санкт-Петербурге 17 апреля. С ребятами сильным духом познакомились наши переспонденты. Глядя на эту пару, невозможно представить, что месяц назад Андрей Драбатько с трудом стоял на коньках. Но тренер Анна Нестерова раскрутит в танце любого. Было обоюдное желание сделать номер, и вот фигуристы уже кружат вместе. Сначала было немножко сложно, мы не привыкли друг к другу, но сейчас уже все хорошо. Танцуем мы Испанию, испанская танго. Программа, в принципе, основана на элементах первого уровня. Андрей их освоил, поэтому сложностей как таковых у нас практически нет. Тобольск – первый город в Тюменской области, представляющий ребят с ограниченными возможностями здоровья на всероссийские соревнования по фигурному катанию. Идея родилась у тренера Александра Коваленко. Он давно работает с детьми-инвалидами. Первый опыт у него был по подготовке легкоатлетов. Три года назад он вступил в движение «Специальная олимпиада России». Она объединяет детей с нарушениями интеллекта. Когда уже получил календарный план на 22-й год, я посмотрел, что есть еще фигурное катание, а тренеры у нас хорошие специалисты. Ну почему, допустим, эту категорию детей не подключить именно к фигурному катанию? Тем более, что они же не все, допустим, инвалиды. Учатся в коллекционной школе восьмого вида. Вот и все. Пока в секции занимаются восемь ребят с особенностями здоровья. Трое из них поедут представлять область на всероссийской спартакиаде специальной олимпиады России по фигурному катанию. Она пройдет в Санкт-Петербурге 17 апреля. Даниил Сугарнаев и Мирослава Новоселова выступят в одиночном катании. Андрей Дробатько будет выступать в паре с Анной. С такими детьми работает только одно удовольствие, потому что они впитывают как губки в себя. У них более упрощенная программа, то есть там есть определенные компоненты, которые они будут делать. То есть по уровню катания будут уже они выставляться в этих соревнованиях. В планах тренеров до конца года подготовить весь состав команды и подать заявку на соревнования более сложного уровня. Юлия Савиных, Наталья Китова, Михаил Куричко. Тобольское время. Далее прогноз погоды. О том, какие события будут происходить в Тобольске дальше, мы обязательно расскажем в следующих выпусках программы «День за днем». Смотрите нас и в телевизионном эфире, и в социальных сетях. До встречи. Выходные в Тобольске ясно. В субботу днем минус 3-4 градуса, в воскресенье до минус 5. В ночные часы средняя температура воздуха составит минус 10-12 градусов. Ветер южный дует со скоростью 3-4 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин